Добрый день, дорогие родители! Сегодняшнее видео будет полезно всем тем, кто учится в четвертом, пятом, ну, может быть, чуть-чуть в шестых классах. И я вам расскажу на собственном примере о том, как мы готовились в селективный класс. Ну, начнем с логистики этого процесса. Мы знаем, что в Австралии существует селективная школа, школа для одаренных и талантливых детей. То есть это отдельно стоящие школы, куда дети проходят вступительный экзамен в шестом классе в начале года и туда поступают или не поступают. Еще в Австралии существуют обычные школы государственные, при которых существуют такие классы. В эти классы идет попадание таким же методом, это тот же самый экзамен в тот же самый день. То есть не полностью вся школа для одаренных и талантливых, а только определенный класс. Но что еще существует в Австралии, потому что это от нас требует наш департамент образования. Каждая школа должна предоставить, мы говорим сейчас о high school, предоставить возможность детям, которые необязательно талантливые и одаренные во всем. Я, наверное, бы назвала это академически сильные и продвинутые дети, потому что нам нужно очень четко проводить границу гении, таланты и просто отличники. И это проверяется довольно-таки легко. То есть вот для таких отличников, которые идут на опережение программы, школа должна предоставить какие-то возможности дальнейшего развития. Ну понятно, если в 10-м, 11-м, 12-м классе эта проблема уже решается довольно-таки легко, что же сделать на 7-й, 8-й, 9-й? И некоторые школы, ну я не скажу, что некоторые, они все предлагают какой-то вариант, но те, которые организованы лучше всего, они устраивают свой местный локальный класс для самых умных, назовем его так, и устраивают в него какой-то такой процесс попадания. И в основном это происходит тоже в 6-м классе, то есть дети из локальных школ, primary schools, заходят на сайт школы или звонят и говорят, ну они, наверное, уже узнали, что у них есть такой класс. И они спрашивают, ну вот как нам туда попасть? Понятное дело, что это уже не Министерство образования этим руководит, а школа, и школы сами придумывают этот процесс поступления, поэтому он будет отличаться. Если в одной школе они попросят сдать какой-то тест, в другой школе они, например, попросят принести результаты на плана за 5-й класс или какие-то школьные отчеты, где-то будет интервью, то есть они сами рулят. Узнавайте у школы конкретно. И вот у нас в школе, да, такой есть класс. Там несколько мест, скажем, там 100 мест, ну это не один будет класс, получается, 3 класса, да, или в зависимости, сколько человек они туда хотят поместить, они устраивают этот процесс поступления. То есть, опять же, не путайте, это не селективная школа и класс, где процесс мейнстрим и руководит этим департамент. Это локальный класс для умных и одаренных, и отличников. Естественно, мой ребенок не стремился попасть в селективный класс, но вот в этот класс у него мысль возникла. «А что? А может мне туда попробовать?» Потому что, ну как это происходит, там Вася идет, Петя идет, может и мне туда. «Хорошо, давай попробуем». Что это означает? Я захожу на сайт и смотрю, чего нужно принести. Там был большой список всякого разного и тест. Заплатила я за тест. Он стоит очень мало денег. Мне сказали, какого числа он пройдет. И я своему шестикласснику говорю, ну что, как мы будем к этому тесту готовиться. Шестиклассник мне обещает, будем готовиться. Ну хорошо. Мне несложно распечатать бумажки, потому что школа, она предупреждает, какой тип теста будет проходить. Их несколько. Если вы скачивали мой листик о репетиторах, я там как раз даю список всяких этих разных тестов. То есть я скачиваю эти тесты, вот, пожалуйста, готовься. Нужно ли мне взять тебе репетитора? Ребенок очень долго думал. Первый раунд, то есть когда тест был назначен, ребенок заболел ковидом. Ну то есть звоночек такой, ого, на тест мы не попадаем. Там что-то мы готовились, что-то с репетитором делали. Но я со стороны за этим всем наблюдаю и думаю, что мало. Это не тот кандидат, чтобы пройти вот этот самый тест. Ну, ребенок что-то там делал. Ладно. Случился ковид. На тест мы не попали, естественно. Но у нас уже есть процессы, бэкап, да, в школах нам приходит письмо. И, ребята, если вы не попали, у вас будет вторая пересдача. Кажется, да, вот как круто тебе дается дополнительное время приготовиться. И там было время дано, месяца три. И вот эти все три месяца. А, самое важное, что происходит за эти три месяца. За эти три месяца происходит следующая новость. Вот есть еще куча друзей, которые пытались попасть в селективную школу. Они вот все пошли на экзамен, и никто не попал. И приходит ребенок и говорит, так, никто из моих друзей не попал в селективную школу. Они самые умные у нас в школе. Это означает, что я, ну, что у меня практически никаких нет шансов попасть даже в этот обычный сильный класс. Я не хочу сдавать тест. И я вижу, у человека начинается, да, вот такая вот тревожность, да, anxiety, любимое слово наших сейчас, well-being specialist, что она начинает придумать разные-разные причины, почему она не хочет идти на этот тест. Мне, товарищи, если честно, очень даже все равно, потому что я знаю, как ребенка акселерировать по какому-то предмету, если надо в high school. Ну, мы не все в такой позиции, как я. И я прекрасно знаю, что эти тесты, рассчитанные, у них огромный кусок математики, то есть процентов 70, в чем мой ребенок не силен, и потом уже только языковой какой-то компонент, в чем мой ребенок очень силен. То есть, несмотря на то, что класс сильный набирается, все равно фокус идет на математику. То есть на план у нас шикарный, отчеты у нас шикарные, письмо сопроводительное мы можем принести шикарное, но я точно знаю, что тест мы этот хорошо не сдадим. Но я не хочу это проецировать своему ребенку, я не хочу там чего-то отговаривать, пусть он и принимает решение сам. И вот на протяжении, я не знаю сколько, наверное, пару месяцев до теста мне ребенок приводил аргументы. То есть, когда мои дети чего-то хотят или какой-то конфликт назревает, я всегда, ну, раньше это было, я просила их написать мне их, просьбу в виде persuasive essay. То есть три параграфа, три причины. Мы так хорошо очень к на плану приготовились, почему у них так на план хорошо проходит. И вот мне ребенок написал три причины, почему он не хочет идти в этот сильный класс. И, естественно, на тест мы не пошли, деньги нам вернули, ребенок отказался. Но там прислали письмо. Не переживайте, что вы не попали на тест, все равно приносите ваш на план, приносите ваши отчеты, если вы хотите попасть. Да, мы посмотрим ваш пакет документов. Это я еще не сделала. То есть решать моей дочке. Но аргументы следующие. Первая причина. Мама. В этот класс набирают детей, которые сильны в математике. То есть и в селективную школу, и в любой другой. Математика – это тот предмет, который обозначает академическую успеваемость. То есть несмотря на то, что большинство предметов на английском языке, и нужен очень сильный язык, то есть математика – она ведущая. Мы, ты и я знаем, что с математикой у меня не фонтан. Даже на плане это не самый мой высокий балл. То есть я попаду в класс, где наверняка я буду не самым сильным учеником. То есть даже, может быть, последним. Это был первый аргумент. Я говорю fair enough. Второй аргумент. Мама, это тест. Несмотря на то, что, ну, допустим, если я бы была талантливая и одаренная, к любому тесту нужно готовиться. Ну, не забывайте, мой ребенок слушает все мои консультации. Он наверняка как бы продвинутый в этом плане. То есть давай посмотрим реально. К тесту я не готовилась так, как готовятся все остальные дети, все мои соперники. Я немножечко, ну, там, раз в недельку чего-то делала с репетитором. Этого мало. То есть к тесту я не готова. Окей, fair enough. И следующий аргумент она приводит. И, мам, теперь смотри. Я в шестом классе прохожу уже программу седьмого класса по английскому. Я одна из самых лучших учениц в школе в плане языка. Вот я попаду сейчас в мейнстрим-класс в этой хайскул, и я буду там звезда. Ты знаешь, мне хочется быть в обычном классе звездой, чем посредственностью в этом сильном. Можно я пойду в обычный класс? Ну, вот примерно так у нас решилась проблема академического класса, хайскул и, в принципе, всего остального. Так разулил мой ребенок свою собственную ситуацию. Ну, для вас просто нужно подумать, да, вот эти вот три аспекта, три аргумента, которые она привела, возможно, каким-то образом они помогут вам тоже принимать решение перед тем, как вы начнете пытаться попадать в эти классы. Конечно, документы всегда сдать нужно, если у вас шикарные результаты. Но к тесту нужно готовиться и иметь хороший потенциал, потому что, несмотря на тот факт, что этот класс не селективный, он все равно класс для сильных детей. И выборка в эту школу идет со всех начальных школ района. Чем больше ваша хайскул, тем больше у вас будет соревнования, чтобы попасть в такие сильные академические классы. Ну, если вы не попадете, не забывайте, у школы все равно есть возможности как-то продвигать вашего ребенка, если случится чудо, и он начнет успевать в хайскул намного быстрее, чем его одноклассники. Вы всегда в школе можете попросить какие-то продвинутые задания. Но из практики могу сказать, это необходимо, наверное, скорее всего, по математике, потому что все остальные предметы у вас всегда есть возможность написать работу лучше и глубже. С этим вас сегодня и оставляю. Комментарии приветствуются. Спасибо.